Я-то в вашем дворе жила. А почему у вас 9, а у нас 13? У вас 9 процентов. На повышенных тонах без права на понимание. Уже год в этой многоэтажке нет мира. И чистоты. Вот там вот, да, кирпич у нас лежит, как его свалили, так он лежит. Получается мусор, вот здесь крупногабаритный. Когда-то сюда кто-то выкинул старую мебель, затем оконные рамы, мешки. Островок мусора в прошлом, теперь стихийная свалка. Причем некоторые жильцы сами признают, куча растет стабильно, благодаря их же соседям. Эта болезнь есть. Вместо того, чтобы был мусоропровод, они выносят. Кто не соблюдает, кто что натворит, бабка Галька выходит, их отчихвостят, все подберут. А сейчас возмущенные люди чихвостят дворника. Говорят, не видят его за работой. И получается, что его пинками уговариваешь. Это что такое? Идет четыре дня назад оттуда, там убрал, а здесь собрался и пошел домой. Грязь несусветная. Мы сами берем, сами все убираем. Я считаю, что хорошо убирает. Хорошо мальчик убирает, хорошо. Конечно, контролируем дворника, обходим регулярно два-три раза в неделю с директором компании, обходим территорию, осматриваем его работу. Регулярно осматривают и, видимо, делают замечания. По словам жильцов, такие картины они видят постоянно, но в то же время в ТСЖ поясняют. Убирать строительные кучи и сломанные диваны должен рекоператор. Но на его работу, подчеркнула король, жалоб не поступало. Так что, по словам экспертов, существование таких мусорных островов крайне не дворник, а жильцы, подкармливающие свалку. Данных граждан необходимо привлечь, сперва найдя их с помощью камер или очевидцев. Вообще, складирование такого рода мусора возможно только либо в предназначенных для этого специальных площадках для крупногабаритного мусора, или же путем вывоза на специальный полигон, но это уже собственник должен самостоятельно об этом позаботиться. Если нарушителей поймают, им может грозить штраф. Так не дешевле ли утилизировать свои диваны и кирпичи самостоятельно? Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.